Конечно, появление таких людей на рубеже 19-го, 20-го веков не случайно. Это была очень красивая эпоха и очень красивые люди. Эпоха, которая потом получила название Серебряный век, где такой доминантой стала такая чарующая и немного пьянящая атмосфера модерна. И вот эти люди отразили главное в этой эпохе – свободу творческого поиска, свободу синтезов, поиск новых форм. И вот не случайно конференция, посвященная Дягилеву, называется «Синтез искусств, поле эксперимента, история, теория, практика». Вот синтез искусств. Эта идея была брошена еще Вагнером, но в том-то и дело, что на рубеже веков эта идея стала решаться совершенно иначе, обрела совершенно новые неожиданные формы. И опять-таки она является очень актуальной сейчас, когда технические средства, технические возможности открывают новые горизонты перед этими самыми синтезами. И разные формы мультимедиа, и хэппенинги, и все, что может быть, и все, что есть сейчас. Когда мы говорим «организаторы», «спонсоры», «меценаты», мы как-то иногда упускаем из виду их настоящий профессионализм в области искусства. Ну вот на конференции, посвященной Мамонтову, мы узнали, что он был фактически замечательным скульптором, и в других областях прекрасно себя проявил. Дягилев брал уроки у римского Корсакова. Уже это одно, вот факт малоизвестный, в общем-то, но одно это уже, конечно, говорит об уровне его музыкального профессионализма. Я хочу сказать, что я очень рада, что нашей кафедре удалось организовать эту конференцию в конце года, когда такое напряженное время, когда подводятся итоги, когда у нас вообще в федеральных было очень много таких совершений. Две недели назад мы поставили карантин в Верстовску, я об этом сегодня еще скажу. Неделю назад, Константин Владимирович сказал уже, мы праздновали юбилей Мамонтовой, была организована тоже конференция. И вот сегодняшняя конференция подряд, вот такое третье художественное собрание, которому тоже очень рады. И мы планировали эту конференцию на встречу, юбилея Дягилева Сергея Павловича. Ему в 22-м году, прямо в самом начале 22-го года, исполнится 150 лет со дня рождения. Эта дата и дата еще одного великого человека русской культуры будет праздноваться на следующий год, это 150-летие Александра Николаевича Скрябина. Они были ровесники. Вот такое удивительное было время, когда такой художественный всплеск энергии рубежа 19-20 веков рождал какие-то фантастические фигуры, фантастических таких людей, которые способны были и какое-то удивительное дело создать, и в то же время перевернуть страницу музыкальной истории, открыть новую, каким был Скрябин. Вот в самом названии нашей конференции заключен и особый характер ее стиля, этой конференции, синтез искусств. Вот синтез искусств, который действительно повлек за собой дягильская идея, дягильский эксперимент, если можно так сказать, дягильская антреприза, русские сезоны в Париже, он провоцировал и характер нашей, характер раздумья об этом явлении, и поэтому характер нашей конференции, потому что у нас междистемплинарная конференция, и в ней присутствуют не только музыковеды, не только музыковедческие доклады, но и доклады искусствоведов, доклады историков, доклады художников, просто деятели современной культуры, которые используют тоже этот вклад, и эксперимент Дягилевой пытается ассимилировать его продюсерство, как они называют, он тогда это слово, я думаю, не употреблял, а не знал, но тем не менее сейчас это называют продюсерство, и пытаются использовать его опыт в современной культуре.